Аплодисменты Халлелуя! Мы верим в большое пробуждение И мы знаем, что пробуждение зависит от нас От нашей работы Когда мы говорим, Дух Святой, двинься, двинься Дух Святой говорит, сначала ты двинься, а потом я двинусь Потому что мы двигаем друг друга И вы знаете, это вот перетягивание каната Годами может длиться И церковь, ничего не проповедуя, не посещая Не проповедуя, не евангелизируя на улицах Просим, Дух Святой, двигайся, двигайся Дух Святой говорит, я уже двинулся 10 раз А ты со своего дивана ни разу не сдвинулся, молитвенник А может пора проветриться и пойти уже по улицам Мы пойдем по улицам И кроме того, что мы сейчас в узком кругу Своих друзей и родных проповедуем и свидетельствуем У нас еще будут евангелисты в течение нескольких дней Ходить по улицам этого района и приглашать людей На самом деле, друзья мои, если мы не вовлечемся в процесс спасения грешного мира Мы конченые фарисеи Мы конченые религиозники Все, религия ни нас не спасет Не спасет ни ближнего, никакого Ни соседа, ни друга Если наша вера не вовлечена в этот важнейший процесс Спасения грешного мира Мы имеем мертвую веру Все Самое великое предназначение, чтобы все спаслись Потому что если бы нам Бог открыл, какие мучения Ожидают людей, которые не спасены Мы бы бегали бы с утра до вечера Неужели мы, брат, должны говорить больше, чем про рай Совесть-то поимейте Поэтому, друзья, мы и молимся Дух Святой, затронь нашу христианскую совесть Чтобы мы не были эгоистами Чтобы мы щедро делились тем, что с нами сделал Господь Договорились, да? Амэн! Тема моей проповеди Разрушенные дела дьявола Разрушенные дела дьявола Я говорю изначально, что Даже если они сейчас еще не разрушены К концу служения будут разрушены Даже если до сегодняшнего года Они стояли, как Вавилонская башня Все дела дьявола будут разрушены Вот подумайте изначально Просто я закладываю фундамент Какие бы величественные не были дела дьявола Какой бы величественный не был грех или беззаконие Какие бы великаны Не ходили по обетованной земле Они достанутся нам на сиденье У дьявола задача Разрушить дела Божьи Они соперники Вы в курсе, нет? Вы в курсе, что они соперники? Непримиримые соперники Главная стратегия дьявола Разрушать дела Божьи Человек, Божье дело? Конечно, Божье дело И вот дьявол Разрушает сознание Совесть Семью Призвание Здоровье Что угодно Все, что попадается На пути Дело Божье Задача дьявола Разрушать дела Божьи Счастливая семья Разрушить Здоровый мужик Заболеет Если хорошая Работа Какой-то кризис Нормальная церковь Дело Божье Разрушать дела Божьи То есть он мстит Разрушая дела Божьи Дьявол мстит Но Это его дела Это его программа Это его стратегия Но Библия говорит о том Что последнее слово В нашей судьбе Не за теми, кто нас разрушает А последнее слово За теми Кто нас искупил Спасает И благословляет Смотрите Если уж дьявол Поставил перед собой задачу Разрушать дела дьявола Разрушать дела Божьи То Бог говорит Ты бросил мне вызов Окей Я буду разрушать твои дела Все, что ты сеешь Ты все пожнешь И задача Бога Разрушать дела дьявола Повторяю Какими бы величественными Не были дела дьявола Какие бы Грозные Или мрачные Не были дела дьявола Даже в твоей судьбе В моей судьбе Это касательно здоровья Это касательно семьи Это касательно Твоих денег Это касательно Твоего призвания И ты говоришь О Боже Ну Опять смотри Опять кто-то заболел Опять кто-то умер Опять Смотри Опять человек Начал бухать Опять человек Вот оказался В больнице Опять он Колдунам Пошел И ты сможешь И дьявол Делать свою Манифестацию Говорит Смотрите Все пьют И будут пить Все гуляют И будут гулять Все колдунам ходили И будут колдунам ходить Уходили из церкви И дальше будут уходить И мы начинаем Вот уже Когда этот фильм Смотреть Сериал Это кстати Длинный Серий много 365 серий На каждый день И дьявол говорит У меня еще 365 На 2013 Хватит это кино смотреть Переключи канал God Digital Черт Digital Ты выключи А God Digital Включи И посмотри Все что Бог Делает Амэн Потому что дьявол Рекламирует Свою разрушительную силу Смотри С церкви Этот ушел Смотри Этот упал Этот Да Господи Удивить хотел А Удивить хотел Этой чертовщиной Там авария Там опять Кто-то взорвал Там опять Какой-то Бен Ладен Усама С усами Опять где-то встает Да Господи Нас уже этим Не удивишь Друзья мои На Сменяй канал Вместо Привычной Демонстрации Дьявольских Программ Господь Хочет Чтобы ты Увидел Программу Божью И сегодня Название Этой программы Для того-то Сын Божий И явился Чтобы Разрушить Дела Дьявола Ну если это кино Вот так оно и называется Включай этот God Digital И ты увидишь Победу Бога Над делами Дьявола Вы знаете Если бы уж Дьявол такой Крутой был То уже лет Пятьдесят Или сто пятьдесят Назад От нашей цивилизации Уже ничего Бы не осталось Люди бы так Возненавидели Друг друга Что бы Поубивали бы Повзрывали бы По Как сказать Все Поистребляли бы С этой земли Друг друга Но мы же еще Существуем Благодаря чему-то Несмотря на то Что негодяев В нашем правительстве Как этих собак Недорезанных Все таки еще Существует Государство Грабят Грабят А все таки Еще не развалилась А же Латвия Уезжают 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 А все таки Мы еще живем Какие-то вирусы Куча каких-то Болезней Бацилл Какой-то воздух Мы даже не знаем Чем мы питаемся Если бы поглядели Что мы едим Мы бы умерли Раньше Чем это собрание Началось А мы-то живем Верою Если бы мы поняли Где мы купаемся В водах Латвийского моря Где на дне Какие-то там Контейнеры С химическим оружием Да мы бы сказали Боже По всем канонам Мы должны уже В сырой земле Лежать А вот какое-то чудо Мы еще живем То, что я еще Перед вами живой Это уже чудо А то, что вы живые Это двойное чудо Так что давайте Благодарить Господа За то Что Бога На этой земле Больше, чем дьявола И не такой уж Дьявол крутой Наступит время Ребят, отвечаю Библия говорит об этом Когда дьявол распоясается Скажет Это мое Это мое Это мое И ты скажешь Ё-моё Все твое И в тот момент Когда тебе уже покажется Что он вообще император Со всеми масонами Иллюминатами И со всеми Колдунами Это я Весь мир Писание говорит И большой ангел С большой цепью Выйдет И знаете Что он сделает Он сатане Этому Сатане Перед которым Все дрожат Иди сюда Зачем На тысячу лет Тебе надо Пожалуйста Наручники Иди сюда Не Эй Эй чумазый Кому сказано Иди сюда Давай лапы свои Ангел Закует Сатану В цепь И посадит На тысячу лет В темницу Вы представляете Если он такой Крутой Он будет закован На тысячу лет Крутых На тысячу лет Не садят Крутые Других На тысячу лет Садят Я пропагандирую Величие моего Иисуса И когда я слышу Вот эти все Предательские Подлые Какие-то слова Ну где христианство Оно слабеет Оно уходит Ислам приходит Да среди ислама Завтра такое пробуждение придет У меня уже Махмуд один есть Который там В том мире Начнет проповедовать Иисуса Христа И в недрах Исламов Станут такие саблы И они поднимут Такое пробуждение Что я помню Может быть Ульф Эдман Забыл это пророчество Но я его Очень хорошо помню Что как Бог Разрушил Как Бог Разрушил Советский Союз Так вспыхнет Пробуждение И среди Ислама Потому что Это народы Аврамиты Они семя Авраама И какая-то часть Благословений Будет принадлежать им Амэн Поэтому Когда я слышу Эти все Прогнозы Такие Ай христиане Стали слабыми Видишь Вот это Видишь это И начинается Меня бесит Что Когда христиане Начинают Популяризировать И рекламировать Дела дьявола Видишь Этот упал Этот Стихнулся Этот Вот такой Это Стихнулся Ты что Устроился туда что ли Пиар-агентом Я не понимаю Ты что Устроился Пиар-агентом А Ассенизатор Вот там что-то там Ну Ну и что дальше А давайте Лучше пропагандировать Дела Дела Божие А Вот смотрите Южная Корея Йонгичо Миллионная церковь На этой же территории На территории Тоже Южной Кореи Находится Огроменная церковь Ну Как мы ее называем Секта Преподобного Муна Церковь объединения Людей там Почти столько же Сколько у Йонгичо Но ни разу Ни в одной книге Йонгичо не пишет Рядом с нами Вражеский лагерь Это Секта Муна И она Это дьявол Давайте Как Не буду говорить Что как у нас в Латвии Борьба с мельницей Но Давайте бороться Чтобы она разрушилась Он забил вообще Ну как по-русски Говорят Он говорит Я не вижу Я кроме Царства Божьего В Южной Кореи Ничего не вижу Кроме Молитвенной горы Я ничего не вижу Кроме роста церкви Я ничего не вижу И не собираюсь видеть Мы бы здесь пиар Смотрите У них такая церемония Сто лет Оно мне надо Я не в их компании Я не в их пиар-агентстве Я устроился на работу К моему Господу Иисусу Христу Друзья Ну хватит пиарить дела Дьявола Давайте пиарить дела Божьи Две недели назад Умер Преподобный Мун То есть глава Этой церкви Объединения Он умер Слышите Умер То есть поставили Вторую дату На гранитный памятник Родился Тире Умер Там не было радости У Йонгичо Аллилуйя Господь поразил его Наконец-то А мы думали Поразит или не поразит 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 Все Мы бы сейчас Были Вот в центре внимания И радовались А там Эта церемония Прощания С этим Муном Неделю продолжалась Ты скажешь Пастор Что его рекламируешь Да я не рекламирую его Для Латвии Это вообще Нулевая информация Я просто говорю Хватит Пиарить Негатив Мы как будто Питаемся Как шакалы Вот этой падалью Вот где-то Чудеса Проходят Мы ничего не помним Кто-то что-то пукнул О Вы слышали Мы сразу дублируем Записываем Саундтрек И еще с этим эхом И говорим Слушайте Раскаты грома Может быть это перед грозой Да не перед грозой Это ерунда какая-то Вы со мной? Короче Сын Божий Явился Для того Чтобы разрушить Дела Дьявола Еще раз скажем Для того И явился Сын Божий Чтобы Разрушить Дела Дьявола Еще раз Для того И явился Сын Божий Чтобы Разрушить Дева Дьявола Аминь 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 Что сначала Дьявол Дьявол Бог Бог Творец Это Бог Да Дьявол Это Бог Хотя Бог Хоть с маленькой буквы Но тоже Бог И многие И многие И многие полагают Где-то внутри Это два Равных Соперника Это два Равноправных Неприятеля Должен Должен Сразу Сказать Что Дьявол И Бог Не на равных Запишите Запомните Это Отметьте Где-то В своем Сердце Бог И дьявол Это Не равные Соперники Потому что Дьявол Это творение Падшее Творение Которое Не устоял В истине А Бог Это творец Который Создал Истину Это Такое же Друзья Сравнение Как Билл Гейтс И Майкрософт Ну Ты говоришь Это одинаково Инженер Архитектор Этой программы Творец Этой программы И сама программа Но не может быть Они на равных Амин Бог Творец А дьявол Творение Причем Какое творение Программа Дала сбой Программа Была крутая Программа Была крутая Люцифер Ходил Поклонялся Богу А потом Произошел Сбой Он возгордился И поэтому Бог его Сбросил С неба Писание говорит Он ходил Среди Огнистых Камней На нем Была Достойная Одежда Он Был Помазанным Херувимом Чтобы осенять Но потом Когда говорит Мы наравне Сама идея Равноправия Слышите Вы должны быть Внимательны Сейчас Дьявол Претендовал На равноправие Когда творение Пытается быть Наравне С Творцом Творец Никогда Не уступит Ни одной ступеньке Он сказал Славы моей Никому не отдам Я тебя сотворил Ты говоришь Я буду наравне С тобой Ты что Вообще что ли Даже Тарас Бульба И то не согласился С этим И помните Его фразу Я тебя Поротил И я В праве Распорядиться Все что Могу То и сделаю Мы созданы По образу И подобию Божьему И когда Люцифер Пришел И говорил Я подниму Свой престол И буду Наравне Ну это Нахальство Это высшей степени Так нельзя Даже если ты крутой Ты крутой Потому что Я тебя Крутым создал Как говорится Человек создал Бог создал Человека По образу И подобию Божьему Человек Ответил ему Тем же Ну то есть Вот есть Такая вот тема Но Бог Говорит Поигрались И хватит Ну не надо Творец И творение Не может быть Наравне Поэтому если у кого-то Возникает иллюзия Что Бог и дьявол Это два Равнозначных источника Ничего подобного Творец Остался творцом И первая победа Над делами дьявола Знаете где была совершена? Первая победа Над всеми делами дьявола Какие дела дьявола? Гордость Это когда он пытался Оспаривать Божьи законы Это было на небе И Бог Творец Он говорит Эй Зря ты так А тот еще Третью часть Звезд облазнил Не-не-не-не Не годится Не годится И Бог Разрушил Дела дьявола Бог Разрушил план Движения за равные права Паритетные выборы Знаете Мы наравне Мы вместе Демократия Бог эту всю демократию Хотел дальше продолжить Он ее метлой С царства Божьего Вымел и сказал Не было И не будет Никогда Равных прав Между творцом И творением И первая заповедь Остается В силе Господу Богу твоему Поклоняйся И ему Одному Служи Не Бог Будет тебе Поклоняться А ты Как творение Должен поклоняться Творцу И в этом Была Справедливость И дьявол Который Отказался Выполнять Эту первую Заповедь И захотел Чтобы сидеть Тоже вместе с Богом Чтобы ему тоже Поклонялись Господь Говорит Не надо мне Второго Бога У меня Мне хватает Своего Божества Мне своих мозгов Хватает Кто ты такой Давай До свидания И он ему Короче Дал Такую Бессрочную Командировку Короче Скинул его На землю И когда дьявол Упал на землю Был Херувим Не хочу Говорить Как это Пара в Германию Приехала И Жена Говорит Мужу Видишь Я там была Женой А здесь Фрау А ты Как был Вот Там Вот и здесь Теперь тебя Называют Хером Ну Приблизительно Да Ну Я Объясняю Такую вещь Что Вот Люцифер Он был Херувим Ну понимаете Да И Короче И когда он Упал То короче Одна часть Этого слова Осталась там Вторая А первая Ну короче Вот он Вот короче И упал на землю И опозорился Да В Германию Упал Да Я не знаю На какую территорию Какой Где этот Метеорит И где этот Люцифер Упал Ну короче Где-то В германской Там Территории И Представляете Был Херувим Был Помазанный Ангел И представляете Сатаной Превратился В сатану Превратился И что вы И что вы думаете Я почему Говорю Что Откуда Берется Маниакальная Ненависть У дьявола К делам Божьим У него Не получилось Разрушить Дела Божьи На небе Он ненавидит Процветание Он ненавидит Красоту Он ненавидит Праведность Он ненавидит Церковь Он ненавидит Все Что сделал Бог То есть Мысль Дела Божьи Раздражают Дьявола И у него Соответственное Желание Или волю Разрушать Разрушать Дела Божьи Разрушая Дела Божьи Он мстит Богу И говорит Бог Я разрушу Все Что ты сотворил На небе Ладно Живи на небе Но то Что касается Земли Здесь Здесь Ничего не получится У тебя Это моя Вотчина Это моя Территория Когда Иисус Даже пришел Помните На гору Во время Искушения То Дьявол Показал Иисусу Все царства Мир Это все мое Если хочешь Поклониться Поклонись И тогда я все отдам То есть Видите Вот эта мечта Чтобы ему Все поклонялись А Иисус говорит Нет Нет Кто ты такой Ты Херувим Германский Ты там Поклонялся Тебя оттуда Скинули И я должен Сейчас тебе Поклоняться Ты что Я поклонялся Богу Отцу Творцу Я поклоняюсь Ему И я буду Поклоняться Дальше Амин Дела Дьявола Бог Требует Поклонения К себе А дьявол Требует Поклонения К себе Иисус Явился Не для того Чтобы стать Жертвой Дьявола Иисус Иисус Аминь И с тех пор Мало Что изменилось Когда дьявол Упал на землю Из Германии Он потом Перекантовал Уже Переехал Уже В Европу В Латвию В Россию И по всей земле И Знаете Все что Бог Делает Дьявол Приходит Террорист Номер один Это не Осама Бен Ладен Террорист Номер один Это Херувим Это он Потому что Он террорист Бог Строит Вы заметили Философию террориста Они ничего Не строят Посмотрите На родину У террористов Что творится Посмотрите Где они живут Они ненавидят Цивилизацию Они просто Тупо одевают Вот эти все Свои дела Заходят Среди нормальных Мирных Счастливых Людей Они кого-то Завидуют Этому счастью Они кого-то Завидуют Этой цивилизации Они кого-то Завидуют Этой красоте Вы знаете Причина С каких делов Если вам не понравился Этот фильм Невинность мусульман Так езжайте в Америку Найдите режиссера Найдите там Эту студию Где-то снимали И разберитесь С причиной Хочется сказать С какого перепуга Вы начинаете Громить Какие-то посольства Каких-то послов По всему миру Уничтожать Это же неправильно Это какая-то Маниакальная страсть Разрушать Взрывать Убивать Многие из них Даже не смотрели Этот фильм Это сущность Это просто сущность Терроризма А вся эта ненависть К красоте К цивилизации К Божьему творению Это заложено Уже в самом духе Дьявола И дьявол ненавидит И дьявол ненавидит Иисус Христос родился Ну подумайте только Вот такой мальчик Приблизительно Вот такой Который мы сейчас Благословляем Мария держит Вот такого Иисуса А Ирод Говорит Поубиваю Всех буду убивать И Библия говорит Вы представляете Что такое ненависть Два года Происходили Карательные операции По уничтожению детей Вы можете себе представить Что это такое Женщина рождает Приходят вот эти Специальные отряды До двух лет Писание говорит До двух лет Вот малышка выросла Может быть Среди них есть Мой враг Теракт Это жесть Рахиль плачет О детях И не может утешиться Потому что Их нет Дела дьявола Отвратительны Дела дьявола Гнусны Дела дьявола Вызывают в нас Просто Мерзкое ощущение Он нечестивый Он злой И все Что касается Бога Его трясет Поэтому не удивляйся Когда ты Приближаясь к Богу Переживаешь в своей жизни Сумасшедшую конфронтацию Клевета какая-то Друзья Врагами становятся Денег вдруг не хватает Ты знаешь почему? Если бы ты к Богу Не приближался Жил бы ты спокойно Жил бы ты спокойно И тебя бы никто не трогал Но дьявол знает Что если ты Подойдешь к Богу Станешь в его команде Ему Просто кирдык Ему полное Просто поражение Если Иисус Разрушил дела дьявола То все Кто с Иисусом Дружит Это будет Сумасшедшая угроза Для дьявола И я хочу быть В его команде И мне плевать Что люди говорят Что люди делают Что люди думают Не пускают в эту страну Говорят про то Абсолютно все равно Я знаю кто я Я знаю с кем я И я знаю против кого я Я знаю что дьявол Пытается разрушать Что-то в моей жизни Мы с Иисусом Разрушим все дела дьявола Друзья мои Мы не должны плакать Над сбежавшим молоком Пока корова еще жива Амин Пока Иисус еще живой У нас есть все шансы Победить дьявола Характер моего Господа Опустошить моего опустошителя Характер моего Бога Пленить тех Кто пытается меня взять в плен Вы понимаете Это разговор с позицией силы И я сегодня Это произношу Как пророческое слово Сын Божий Явился Для того чтобы разрушить Дела дьявола Даже если в твоей судьбе В твоей жизни Сегодня дела дьявола Выглядят Так сильно Ярко Очевидно И дьявол у тебя И в плане болезни Какие-то там Болячки внутри И какая-то порочная зависимость И даже если у тебя в семье Не все Слава Богу И дьявол ходит И говорит Все Этот мое И это мое И дети мои И ты их больше не увидишь Друзья мои Многие люди В этом состоянии ломаются И говорят Ну а что Ну а что Такая карма Такая судьба Так говорят все Кроме тех Кто рождены свыше Крещены Духом Святым И уверовали Во Христа Иисуса Они стоят И у них другое Кредо Они говорят Дьявол До поры до времени Ты будешь здесь Что-то хулиганить Но имей ввиду Я во Христе А Христос во мне И наступит день Икс Когда Христос Разрушит Все дела Дьявола Последнее слово В моей жизни Не за теми Кто меня разрушает А за теми Кто меня спасает Амин И я пророчествую Что если в какой-то Сфере жизни Какие-то дела Дьявола Еще имеют место Сын Божий Явился Не для того Чтобы любоваться На дела дьявола Сын Божий Явился Для того чтобы Разрушать Дьявола Иисус пришел В Капернаум И он проповедовал Там И вдруг Какой-то одержимый Мужик встает Из зала И кричит Чего ты пришел Раньше времени Мучить нас Солидный мужик В Рижской думе Работал И вдруг В какого-то чудака Превращается Чего ты пришел Раньше времени Мучить нас А Иисус пришел Говорит Я не мучить пришел А разрушить вас Говорит Замолчи И выйди вон У дьявола Свои спикеры Вот поднимают таких Что это вы делаете У нас равные права Вы дискриминируете Колдунов Ведьм Комосексуалистов Мы же тоже люди Херувим из Германии Вас такими людьми Смотришь уже Выглядит хорошо Глаза чистые Светлые Совесть чистая Светлая Сможешь Одуреть И все люди Говорят Что это за новое учение Которое Иисус Христос Принес Друзья мои Меня просто Распирает Сегодня Я хочу рекламировать Не дела дьявола Я хочу сегодня Рекламировать Дела Божии Сын Божий Явился Для того Чтобы разрушить Дела дьявола Халлелуя Вы знаете Дела дьявола Первый шедевр У дьявола Это грех Запишите Запомните Первое Что добивается Дьявол Это его дело Как кто-то из вождей Говорил Наше дело Правое И мы победим И у дьявола Есть это дело Грех Вот когда он вводит человека в грех Это дело дьявола То есть Грешный человек Который имеет порочную зависимость Который позволяет Беззаконию процветать в жизни Грех Это шедевр дьявола И многие люди Сегодня капитулируют У них физическая сила У них образование У них деньги Да все это ерунда Перед силой греха Перед силой греха Поэтому когда грешник Слушает Иисуса Он говорит Да ерунда Хотел уже 10 раз бросить Не получается Да ерунда Это все Пытался уже С вечера Говорю Все Завязываю С утра развязал Кто из нас Не пытался Бороться с грехом А? Все Все пытались И все Капитулировали И психология Капитулирует И Там Медитация Капитулирует И Религиозные Какие-то Ритуалы Капитулируют Пока однажды Ты не встречишься С тем У кого есть Власть Прощать Грехи Запомните Грех Это дело Дьявола Грех Это цепи Грех Это мировоззрение Грех Это Порочная Сущность Это когда Человек Идентифицирует Себя С этим Беззаконием И говорит По-другому Не могу По-другому Не могу Ты не можешь По-другому До тех пор Пока не Встретишься С Сыном Божьим Который Пришел Разрушить Дела Дьявола Марка Вторая глава Давайте Откроем И будет Все понятно Марка Вторая глава Марка Нету Евангелие Осталось Давайте Откроем Вторая глава Через Несколько Дней Опять Пришел Он В Капернаум И стало Слышно Что Он В доме Собрались Многие У дверей Не было Места Он Говорил Им Слово И пришли К нему С расслабленным Которого Несли Четверо И не имея Возможности Приблизиться К нему За многолюдством Раскрыли Кровлю Дома Где он Находился И Прокопавши ее Спустили Постель На которой Лежал Расслабленным Дела Дела Дьявола Вот они Вот они Расслабленный Калека Вот он Парализованный Ходить Не может Работать Не может Первый Шедевр Дьявола Это грех А грех Это как Причина Следующего Шедевра Это болезнь 98% Причин Причина 98% Всех болезней Это грех Грех Это начало Болезни Поэтому дьявол Создал свой Механизм Уничтожения Человека Человек Это дело Божье Да Заповедь Дьявола Он пришел Разрушить Дела Божьи Человек Это творение Божье Да Поэтому Он вводит Человека В грех То есть Он разрушает Его Грех Рождает Болезнь А болезнь Рождает Смерть Три Шедевра Три кита Философии Дьявола Грех Болезни Смерть И этот Контейнер Смерти Или конвейер Смерти Он просто был Включен Там в Едемском Саду И он пашет До сих пор И люди Не знающие Истины Рождаются На этом конвейере Грешат Болеют Умирают За ними Встает Следующее поколение Грешат Болеют Умирают За ними Как вы знаете Этот заколдованный круг Грешили родители Болели Умирали Генетически Передается Детям Грешат Болеют Умирают Дети Передают Своим детям Грешат Болеют Умирают Идеал Это мое Бог Ты здесь вообще Ничего Не сможешь Сделать Против греха Человек Слаб Против этих Неизлечимых Болезней Человек Слаб А перед смертью Он вообще Никто Представляете себе Идеал Включил этот Конвейер Смерти И на этом Конвейере Смерти Тысячи Миллионы И миллиарды Людей Рождались Болели Умирали Рождались Болели Умирали Рождались Болели Умирали Но слава Богу Что однажды Произошло Великое событие На эту землю Явился Сын Божий Для чего? Чтобы остановить Этот Конвейер Смерти Первое Что он делает Он говорит Я имею власть Прощать Грехи Смотрите На этом Конвейере Смерти Вот этот Парализованный Сколько ему лет было Мужик Который должен Работать Который должен Стать Отцом Который должен Стать Личностью Он ничего Не может Делать Он Беспомощный Больной Его разбил Паралич И читаем Дальше Вот так Выглядит Жертва Это дело Это дело Дьявола Грех Это дело Дьявола Болезнь Это дело Дьявола Смерть Это дело Дьявола Так вот Грехи Победа Победа Победить Некоторые Что сын Иисус Что такое Бухать Это с греческого Употреблять Спиртные Напитки Причем В больших Дозах Давайте Согласимся Грех Рождает Болезни Амин Когда человек Имеет Зависимость От компьютерных Игр И до пяти Утрак Он психом Становится Физиологическое Расстройство Идет Физическое Расстройство Скажи Грех Причина Болезни Это Проект Дьявола Но Иисус Пришел Разрушить Дьявола Поэтому Прощая Грехи Господь Обеспечивает Человеку Здоровый Образ Жизни Он говорит Что легче сказать Прощаются тебе Грехи твои Или Встань Возьми постель Твою И ходи Друзья мои Когда прощаются Грехи Тогда Болезни Теряют Силу Когда Прощаются Грехи Болезни Теряют Силу И смерть Которая уже Дружила с болезнью Говорит Давай, давай, давай Тащи его Знаешь Если Три личности Ну взять Грех Личность Болезнь Личность И смерть Личность Они сотрудничают Одна бригада Болезнь Как личность Говорит греху Ну давай Где Пациенты Давай, давай Грех Уродует человека И когда И когда человек Грешит Из рук Греха Жертва Переходит В руки Болезни А смерть Уже чешет Давай, давай, давай Что-то сегодня Мало Клиентов Смерть Ждет Этих Пациентов Из рук Этих Болезней Представляете И эта контора Работает Уже столько Тысячелетий И мы были бы На этом конвейере Смерти Если бы Однажды На нашей Жизненной дороге С нами Не встретился Наш прекрасный Драгоценный Спаситель Иисус Христос Поблагодари Господа И прославь Его Аллилуйя Тот, кто Однажды Встретил Его Он может Вместе с Псалмоперцем Сказать Благослови Душа Моя Господа И вся Внутренность Святое Имя Его Благослови Душа Моя Господа И не забывай Всех Благодеяния Его Он прощает Все беззакония Твои И Он избавляет От могилы Жизнь Твою Он Венчает Щедротами Лето Твое Дела Дьявола Разрушены Друзья мои Если Бог Начал Это сражение Если Твои грехи Прощены Если здесь люди Чьи грехи Прощены Поднимите руки Имей ввиду Это означает Твое исцеление Окончательное Началось Оно продолжается И скоро Закончится Это нелогично Мои грехи Прощены А я болею Че за дела Если мои грехи Прощены Я должен встать Взять Свою кровать И уходить И уходить Из лазарета Амин Халилюя Скажи Если мои грехи Прощены Я претендую На абсолютное здоровье Потому что Мой Христос Не только Мои грехи Пригвоздил Ко кресту Мой Христос Мои болезни Немощи Пригвоздил Ко кресту И ранами Его Я исцелен Ранами Его Я исцелен Ранами Его Я исцелен Ранами Его Я исцелен Ранами Иисуса Я исцелен Халилюя Поэтому никакой болезни. Нет места в моем теле. Отрекайся от этой болезни. Недавно я, а, на празднике Библии был, пришел, я не знаю, какой у меня был лак, вот стою, и какая-то оса вот такая. Не знаю, откуда она? Из Чернобыля, что ли? Вот я и садится. Думаю, мне сейчас на сцену выходить, проповедовать. Вот представляете, какой бред какой-то. Я проповедую. И я думаю, что она летает здесь? Теперь я уже на вкус лак пробую. Думаю, ну, я не знаю, зачем. Вы знаете, я рассматриваю вот это вот, вот это осу, как недоразумение. Я не рассматриваю, ой, какое-то опять проклятие. Это какая-то карма меня преследует. Господь, дай мне силу устоять. И помоги, чтобы эта оса улетела. Вы знаете, что это? Что, хирургим, что ли? Друзья, мы должны с вами понимать, что болезни, немощи и проклятия это не наши родные братья и сестры, тещи и свекрови, с которыми мы обязаны жить. Болезнь – это недоразумение. Болезнь – это недоразумение. Она может противостанье и твердо верою. А еще лучше. Разрушай дела дьявола. Амэн. Я вот многих людей не понимаю. Слушайте, внимательно братья сюда. Некоторые люди чуть закололо, чуть заскрипело, чуть запыхтело. Ой, я дом. Алло, ты где? Я заболел. Ты что, больной, что ли? Как это можно заболеть? Ну, как это можно заболеть? Да ты противостань этой болезни. И твой образ, здоровый образ жизни – это самое лучшее лекарство. Я вообще не понимаю. Вот я стараюсь не болеть. Даже если я больной, это недоразумение. Я говорю, что за ерунда? Какие-то сопли. Вот из-за соплей я три дня дома буду лежать. Да у меня на шесть дней соплей хватит. Если я три дня буду с соплями лежать дома, вы что делаете? А херувин будет еще добавлять, еще колдрекс давай, давай еще террафлю, еще флю-флю. И тебе зафлюют так, что у тебя будет вообще, как сказать, сплошное желе. Друзья мои, противостаньте дьяволу. Я скажу, что победу над болезнями обеспечивает не только молитва Мадабуки. И ты говоришь, пролежу до Мадабуки, а можешь и не дотянуть. А можешь и не дотянуть. Ты просто должен встать, взять постель и ходить. Кстати, этому мужику Господь несколько раз говорил. Там, помните, даже второму он тоже сказал. Помните, в Ефезде лежал один. 38 лет. Мадабуку ждал. 38 лет. Когда же кто-то приедет, за меня помоется, я умоляю, перестаньте заигрывать с болезнями. Перестаньте и целоваться с этими болезнями. Перестаньте в зеркало рассматривать. А еще есть зеркала такие увеличивают, которые... Ой, это признак, наверное, такой новой болезни. Да перестань ты болячки свои рассматривать, а? Да перестань ты эти болячки рассматривать. Ты должен встать, взять постель и ходить. Это образно. В следующий раз в церковь приходят, смотри, здесь с постелями ходят. И пастор такой радый, такой довольный. Ну, воскресенье же проповело, в среду здесь все с постелями сидели. Это образное, новозаветное выражение. Помните, он 38 лет лежал, в зеркало рассматривал. И здесь. О, лысею. Надо еще три дня дома полежать. Вот еще там что-то проглотил. Ой, чувство бурлит в животе. Мне, наверное, бесы это. Они уже разговаривают, как меня устребить. Вы знаете, есть мнительные люди, которым так легко лапшу на уши вешать. И дьявол вешает, и они болеют. Хронически больные люди. Стань хронически здоровым человеком. Амин. Я читал вот аквариум Виктора Суворова. Он говорит, там в одной главе, вы когда-нибудь встречали такую ситуацию, когда военный разведчик не выполнил задание по причине физического недомогания. Когда у него вдруг понос, и он докладывает самому офицеру, операция сорвана. Причина. Расстройство желудка. Говорит, там вообще это недопустимо. Не потому, что они там, молитвенники такие, да обыкновенно, без Бога, без черта, обыкновенная установка. Ты человек. У тебя такие мощные защитные механизмы. Чего прикидываться, а? Ты просто взял себя в руки, взял, все, я здоров. Мне нужно работать. Иди на работу, и работа тебя исцелит. Не раскисай, не распускай нюни. Ты победитель. И вот этот человек говорит, не имею человека, вот подсоби, скинь меня в этот, там этот, Вефезда, знаете, историю Вефезда? Это было первое джакузи Нового Завета. И там было пять крытых ходов, и все туда, кто нырял, когда включались там пузырьки, тогда кто первый туда нырнул, и тот получался исцеленным. А когда он вылазил, его избивали, и он снова стал больным. Поэтому там 38 лет, ну вот это, как бы сказать, в очереди ставили. Ну прикол был такой. Иисус пришел в эту Вефезду, никто не обратил внимания, все туда смотрели. Господь говорит, ну хоть кто-нибудь бы на меня обратил внимание. Иисус Христос для чего пришел? Я знаю, что когда Христос хоть куда-то приходит, в твою судьбу, в твой дом, в новое поколение, я знаю цель прихода Иисуса Христа. Он приходит только для одной цели, чтобы в чьей-то судьбе, в судьбе верующего человека разрушить дела дьявола. Все знают, какие дела. Грех, болезнь, смерть. Не надо прикидываться, что-то говорить. Даже ты говоришь, подожди, а нищета? Следствие греха, следствие болезни. Вот, нет греха. Святость и праведность обеспечить тебе. Болезнь. Пришел Иисус, и Он хочет, чтобы нищета закончилась. Почему нищета? Потому что этот человек не работает. Почему не работает? Потому что он болеет. Почему болеет? Ну, потому что грешит. И знаете, я что в этой истории прочитал? В этой истории прочитал еще, что после нескольких дней Иисус встретил вот этого, который 38 лет лежал и получил исцеление. Он сказал ему и говорит, а теперь, дорогой, вспомни, чтобы не случилось того, что у тебя было, иди, впредь не греши. Иисус двум человекам эту фразу сказал. Первый раз Он это сказал этой женщине, которой хотели побить камнями. И вторую эту фразу Он сказал вот этому человеку, который лежал 38 лет вот в этой, вот в этой Вефезии. Иди, и впредь не греши. И этот человек должен был вспомнить, что ж там было у меня, чтобы со мной не случилось грех, болезни, смерть. Это дела дьявола. Это конвейер смерти. Но Христос пришел, чтобы дать нам жизнь и жизнь с избытком. Братья и сестры, перестаньте заигрывать с болезнями, с немощными, с насморками и какими-то болезнями. Иисус как сказал этому человеку. Он говорит помоги мне, вот отнеси меня к этому бассейну. Иисус говорит нет, встань, возьми постель твою и ходи. Это паралитик 38 лет лежал. Как я встану? Ты сначала исцели меня, а потом я встану. А Иисус говорит а-а, ты сначала встань, а потом поймешь, что ты уже исцелен. Вы подумайте, да? Многие сидят до сих пор и еще на 38 заявку подали. Не сдвигайте меня. А тебе сколько? А мне на 15? Не надо еще 15, не надо еще 38. Встань. Я же парализованный. Я за 38 лет ни разу не вставал. Если тебе Иисус говорит встань, вставай. Мы можем встать, даже если 38 лет мы не вставали. Мы можем противостать дьяволу, даже если бы последние годы не могли даже встать в полный рост. Господи, сегодня время. Сегодня здесь находится Иисус Христос, который прощает грехи, который исцеляет нас от болезни и который избавляет от могилы нашу жизнь. Амин. Иоанна 11. Иоанна 11 это последняя иллюстрация, после чего мы будем молиться. Я хочу молиться о вере тех людей, которые сегодня разочаровались и которые поверили дьяволу и которые пиарят эти дела дьявола и чувствуют, что по мере того, как ты чаще говоришь о болячках, о нищете, о негативе, в жизни все становится еще меньше, меньше и меньше. Иисус Христос пришел разрушить дела дьявола. Если я сын Божий, если я дитё Божье, я хочу в своей жизни видеть торжество и победу моего Господа и Иисуса Христа. Победа над грехами, победа над болезнями, над бесами и над смертью. Иоанна 11 глава. Иоанна 11 глава. И был более некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Марфа и Мария. Мария же была, Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и оттерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему, и Господи, вот кого ты любишь, болен. Иисус, услышав это, сказал, это болезнь не к смерти, но к славе Божьей да прославится через нее Сын Божий. Иисус пришел в этот дом, где уже все было, все пропало. Три дня во гробе. Четыре дня во гробе даже был Лазарь и безвыходная ситуация. Мы знаем, что Иисус пришел, все уже рыдали, все уже плакали. То есть, смотрите, победа над грехом, победа над болезнями и вот победа над смертью. И победа над смертью. И когда Иисус пришел, все плачут, а Иисус воздевает свои руки к небу и говорит, Господь, благодарю Тебя за то, что Ты всегда слышал меня. Но молюсь об этом только для того, чтобы окружающую Лидию могли услышать, для чего Сын Божий явился в этот мир. Вы знаете, в Библии так часто встречается эта фраза, но чтобы вы узнали, но чтобы вы поняли, но чтобы вы уверовали, что Иисус Христос не просто как турист 33 с половиной года гулял здесь и развлекался. Иисус пришел сюда, чтобы создать новую цивилизацию, цивилизацию верующих людей, христиан, которые созданы по образу и подобию Божьему, которые вышли из-под власти дьявола, и они уже не жертвы дьявола, они дьявола превращают в жертву и утверждают на земле Царство Божие. Друзья, Христос стал каким-то маленьким. В наших мозгах Христос стал каким-то маленьким. Мы говорим только о бесах, о проклятии, мы только говорим о нищете, о какой-то горечи, о каких-то болезнях. Между прочим, где-то там великий Христос живет. Христос, который разрушает дела дьявола. И я хочу сегодня бросить вызов каждому человеку. Позволь Иисусу, который у тебя внутри, разрушить дела дьявола, которые у тебя внутри. И пусть твой дух, соединенный с Духом Божьим, разрушает дела плоти, разрушает похоти и страсти. Пусть Дух Святой, соединяющийся с твоим Духом, наведет полный порядок. Я верю в победу. Я верю в праведность. Я верю в абсолютную победу моего Иисуса в жизни людей. И думаю, что главная причина наших несчастий, это не столько внешние враги, как собственная лень, как собственная инертность, как собственная религиозность, которая оправдывает наши неудачи, которая отказывается употреблять усилия. Но ведь Библия же говорит, что Царство Божие с силой уберется и употребляющие усилия восхищает его. Амин. И он сказал, Лазарь, выйди вон. Это была вообще невероятная ситуация. Это была невероятная ситуация. Это был труп, который уже смердел. Люди закрывали носы. Когда отвалили камень, оттуда пахнула просто жесть. Там был отвратительный, мерзкий запах разлагающегося человеческого тела. И вот этому существу, разлагающемуся, Иисус говорит, Лазарь, встань и выйди вон. И вдруг на глазах у всех, как мумия, замотанная вот в эти вот тряпки погребальные, вдруг этот мумия встает. Это был шок. Это был шок. Все смотрели вот такими глазами. Ведь не сказки же это. Ну ведь не сказки же это. Ведь это тот же Иисус, которому мы верим. Он не только прощает грехи, Он не только исцеляет паралитика, Он пришел победить смерть. Смерть, где жало твое, Он это жало выживает. Лазарь, выйди вон, и Он выжил. Я проповедую себе прежде всего. Я не хочу капитулировать перед грехами, потому что они побеждены. Я не хочу капитулировать перед болезнями, они побеждены. Я не хочу капитулировать перед смертью, она побеждена. Может, это безумие, ее родство веры, когда люди издыхают от грядущих бедствий, от ожидания грядущих бедствий. У тебя внутри кураж, у тебя внутри адреналин, у тебя внутри какой-то тонус поднимается, и ты говоришь, Бог велик. Он на моей стороне. Он великий Бог. Если Бог за нас, кто против нас? Друзья, давайте уверуем в такого Иисуса. Напоминаю, тема, Иисус пришел. Не для того, чтобы стать жертвой дьявола, но чтобы разрушить дела дьявола. Иисус пришел не для того, чтобы мы, верующие во Христа Иисуса, стали жертвами дьявола. Иисус говорит, дела, которые я делаю, и вы будете делать. И эти дела дьявол не разрушит. Я сегодня кому-то хочу сказать, то дело Божье, которое ты делаешь, дьявол не разрушит. Когда мне сегодня, как пастору говорят, ну что, люди уходят, и скоро все развалится, и все разрушится. Я отвечаю, дело Божье, которое утверждено Богом и рождено от Бога, никогда не будет разрушено. Иисус Христос пришел, чтобы разрушить того, кто пытается тебя разрушить. Он созидает такую церковь, которую врата ада не одолеют. У дьявола будут попытки нанести ущерб, как у шакала, урвать что-то, слабого утащить, нанести какой-то теракт, какого-то локального характера. Но в целом, дьявол будет посрамлен, и его дела будут опозорены. Библия говорит, что Иисус Христос отнял силу у начальствах, у властей, и властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Я верю моему Иисусу, который победил дьявола. И когда он был на кресте, дьявол говорил, Бог, вот Твое дело, дело спасения, вот Твой Мессия, и Ты говоришь, что Он спаситель мира, Он жертва, моя жертва. И не понимал дьявол, что Иисус – это не жертва дьявольских провокаций, а что Бог своего Сына, возлюбленного и единородного, по Своей великой любви к этому миру отдает, Иисус Христос. Слушайте внимательно. Это не жертва демонической провокации. Иисус Христос – это жертва нашего Бога, которую Он принес в умилостивление за наши грехи. Если бы Иисус был жертвой демонической провокации, эта жертва меня бы никогда не спасла. Эта жертва мне бы ничего не поменяла в жизни, потому что это была жертва проигравшего игрока. Но Бог возлюбил мир, и Он предал его на поругание. Он позволил дьяволу вонзить в Иисуса все грехи. Он позволил дьяволу вонзить в Иисуса, в Его плоть все немощи, все болезни, настоящие, прошлое, будущее. Писание говорит, наказание мира нашего было на нем Иисус висел на гвоздях не как жертва обстоятельств. Он висел на гвоздях не как жертва демонической провокации, а как манифестация доказанной Божьей любви каждому из нас. Писание говорит, своей смертью Иисус Христос лишил силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. И когда я смотрю на Иисуса, я вижу победу моего Бога. Жертва, через жертву Иисуса мы приходим к Богу, пролилась кровь, и эта кровь очищает от всякого греха. Дьявол избивал его тело, ранами его я исцелен. Нет, на кресте не Иисус проиграл, на кресте проиграл дьявол, потому что Он не понимал, что это цена за спасение, исцеление и восстановление человеческой судьбы для каждого человека на этой земле. Запомните эту фразу, на Голгофском кресте проиграл не Иисус, на Голгофском кресте проиграл дьявол. Своей смертью Иисус лишил силы имеющего державы смерти, то есть дьявола. Дьявол думал, вот победа, но увы, что-то произошло на третий день. Иисус был там в глубине. Он выбросил дьяволу на стол все стрелянные гильзы, грехи, беззаконие. Дьявол, я заплатил цену за каждого человека, который будет жить на этой земле. И всякий верующий в меня, он будет побеждать все твои дела. Слышишь? Они и свои жертвы, я дал им победу над грехом, над болезнями и над смертью. Вот тебе стрелянные гильзы проклятия, ключи, ключи давай. И дьявол достал ключи от ада и отдал ключи от смерти. В чьих руках ключи тот и победил. И я рассуждаю сегодня об этом. И говорю, Иисус, спасибо тебе за победу. На третий день Он воскрес. Воскрес как победитель. Если процесс смерти дьявол как-то контролировал, то процесс воскресения дьявол был беспомощен. смерть не могла удержать Его. Не было власти, не было силы. Может быть, и со смертью у дьявола есть какие-то контакты, но сила воскресения это ядерное оружие с неба, против которого у дьявола никаких нет преград. На третий день Иисус воскрес. Иисус умер за мои грехи. Он воскрес для моего оправдания. И Библия говорит, что если Дух Того, Который воскресил Иисуса Христа из мертвых, живет в Тебе, живет во Мне, то воскресивший Иисуса Христа из мертвых оживотворит и наши смертные тела. Там, где прощение грехов, там исцеление Твоего тела. Там, где прощение грехов, Твоего тела. Иисус Христос, Сын Божий, явился в этот мир, чтобы разрушить дела дьявола. И я сегодня провозглашаю свою жизнь в жизнь каждого из вас. Если еще какие-то дела не разрушены, если какие-то болезни еще имеют место, жизнь продолжается и победа продолжается. Давайте закроем глаза. Давайте склоним свои головы. Давайте еще раз помыслим о нашем Иисусе. Он победитель. И зная Иисуса, я знаю победу. Я прошу тебя во имя Иисуса Христа, драгоценный Дух Святой. Открой, Господь, секреты этой победы. И я прошу тебя, пусть в этот день дела дьявола будут разрушены в нашей жизни. Власть греха, власть болезни и власть смерти. Боже, пусть это помазание сойдет в судьбу каждого верующего. я пророчествую про разрушенные дела дьявола. Все, что дьявол пытался строить, все, что дьявол пытался утвердить в твоей жизни, все это разрушится. Всякое оружие, сделанное против тебя, оно не будет успешно. И ни один язык, состязующийся с тобою, не устоит. Иисус Христос раздавил голову древнего змея. Молись на основании слова. Тот, кто во мне больше того, кто в этом мире. Если я во Христе, я новое творение, древнее все прошло, и теперь все новое. Я не концентрирую внимание на своем древнем, я концентрирую внимание на всем новом. Во имя Иисуса, дьявол, ты поражен. Кровь Иисуса против тебя. Я отрекаюсь от всякого греха, я отрекаюсь от всякой болезни, я отрекаюсь от всякой немощи, я отрекаюсь от всех бесов и нечистоты. я провозглашаю абсолютное владычество Иисуса Христа в своей жизни. Халлелуя! Иисус Хэрмэн Гэдзь Хэрмэн 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 калая отрекайся от греха отрекайся от болезни отрекайся от духа смерти это не принадлежит тебе это тело дьявола иисус пришел чтобы разрожить тело дьявола холлай кровь и греба лима кламм армелели грязи цикле были щит и глия р-марила греши да я блес сам багер из идеи я знаю что во многих жизнях во многих судьбах это очень твердое убеждение и ты ты уже видишь эту победу но есть люди которые сегодня в сражении есть категория людей которые в сражении с грехами есть категория людей которые в сражении с болезнями есть категория людей которые в сегодня в сражении с этим духом смерти я сегодня здесь для того чтобы молиться за вас я сегодня здесь для того чтобы дать возможность моему богу вторгаясь свою судьбу разрушать все шедевры дьявола побеждать власть греха побеждать власть болезни побеждать власть смерти во имя иисуса если ты в этом сражении я не говорю о всех но ты чувствуешь что твои силы они убывают и ты почти соглашаешься не капитулируй если ты в этой борьбе приходи сюда иисус даст тебе силу иисус поможет тебя и твой грех будет побежден и твоя болезнь будет побеждена и твой дух смерти он уйдет от тебя уверуй что иисус тебе если это относится к тебе иди сюда я буду возлагать на тебя руки ты не жертвовать дьявола ты победитель над всеми телами дьявола тот кто во мне больше того кто в этом мире закон духа и жизни освободил меня от закона греха и смерти герам анджи вау курбасе дэли лэ брыжи те гребли щеде лэ я для брыжи все 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 выходите сюда все выходите сюда чуть-чуть тихо сделайте те кто вышли поднимите руки и громко скажите с верой во имя иисуса я принимаю это слово я стою на этих обетованиях я новое творение древнее все прошло и теперь все новое я отрекаюсь от всякого греха я отрекаюсь от всякой болезни от всякой демонической зависимости во имя иисуса я отрекаюсь от духа смерти всякая депрессия во имя иисуса убирайся вон всякий дух страха я говорю убирайся вон а теперь склоняйте свои колени сделайте рядами эти линии чтобы можно было молитвенком ходить церковь подними руки и мы будем молиться во имя иисуса победа над грехом пожалуйста я попрошу молитвенники пожалуйста пойдите щеке дэль борисе дэри я брисе джигрэблэшти дэри лири брисе джигрэблэшти дэри лири первый первый ряд пожалуйста проходите молиться гэлмалэлэлэвбрэшэццакан тулэлэлэбанда я отрекаюсь